Какие они? Новые тенденции в лечении лор-заболеваний. И в Т-2023. Как обезопасить себя в эпоху глобальных стрессов? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. Ректор Казанского федерального университета провел рабочее совещание по вопросам приемной кампании. На совещании также присутствовали заместители директоров по образовательной деятельности и ответственные за прием сотрудники. Ректор напомнил, что в этом году по инициативе Миноборнауки России у ряда вузов появилась возможность увеличить количество бюджетных мест в сам год приема и перераспределить их. Благодаря этому Казанский федеральный университет стал одним из лидеров среди нестоличных университетов по количеству бюджетных мест. В Гранд-отеле Казань прошла научная конференция, посвященная лор-проблемам и основным вопросам в этой области. О том, какие темы поднимались и как будет развиваться это направление, расскажем в следующем сюжете. В Гранд-отеле Казань прошла вторая всероссийская научно-практическая конференция «Казанские встречи. Актуальные вопросы от риноларингологии». Где практикующие врачи и теоретики в области лор-вопросов съехались со всей республики для обмена опытом и получения новых знаний и навыков. Основной темой была актуальная для многих проблема весенней поры – аллергический ринит или же просто насморк. Спикеры рассказали об инновациях в области лечения и облегчения симптомов, чтобы дать возможность аллергикам не пропустить наступление весны. На конференции у нас очень много приглашенных лекторов из Москвы, из Санкт-Петербурга. Профессора приехала к нам в гости. И наши казанские лидеры в области ларингологии выступают. Основная задача конференции – это ознакомление слушателей с современными методами диагностики и реабилитации у пациентов с различными заболеваниями верхних дыхательных путей. Кроме того, все присутствующие получили современные представления о причинах и особенностях клиники аллергических реакций при лор-заболеваниях. Сегодня будет проведен мастер-класс из операционной нашего медицинского центра здоровья семьи. Будет представлена операция по поводу полипозного риносинусита. Оперировать будет известный доктор, приглашенный из города Москва, Авербух Владимир Михайлович. Актуальность темы обусловлена сразу несколькими факторами, где самые важные – это рост частоты воспалительных заболеваний дыхательных путей и недостаточная осведомленность врачей в фармакотерапии. Именно поэтому сейчас как никогда необходимо искать новые методы лечения, чтобы повысить эффективность терапии лор-заболеваний. Елизавета Газизянова, Ленар Гизатуллин, Универньюс. Спасибо большое. Сегодняшний круглый стол будет посвящен тематике «Университет в региональной системе психологической поддержки». Сегодня будет рассмотрено то, как функционирует психологическая клиника Казанского федерального университета, как выстроена работа в рамках психологического сопровождения студентов, а также будут рассмотрены актуальные вопросы и проблемы психологической службы в системе высшего образования. Психологическая безопасность в настоящее время является важнейшей частью жизни студентов и преподавателей. Именно поэтому педагогический форум не обошел стороной этот вопрос. Решением данной проблематики посвятили целую секцию. Проблеме развитию и совершенствованию психологического сопровождения в системе высшего образования. В рамках этого круглого стола мы посмотрим, во-первых, что делается на базе Казанского федерального университета и выступим экспертами по всем направлениям развития психологического сопровождения. На самом деле это очень важный вопрос, и он давно возникал, обсуждали. И то, что сейчас министерство образования привлекает большое внимание к организации психологического сопровождения студентов, мне кажется, очень важным. Ну, особенно в связи со всеми событиями, которые происходят, это и ковид, и прочие всякие социально-экономические изменения. Конечно, это все сказывается и в том числе и на студентах, и на преподавателях. Отметим, что на базе Казанского федерального университета есть служба психологической поддержки для студентов и работников университета. Обратиться можно по телефону доверия 8-843-206-55-05. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. В Москве состоялся очередной раунд переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если будет гарантировано соблюдение прав и безопасности местного населения. О том, как будут развиваться отношения двух стран, расскажем в следующем сюжете. Ситуация в Нагорном Карабахе уже много лет носит вооруженный характер, где обе страны, попутно обвиняя друг друга в провокациях и обстрелах, пытаются прийти к какому-то общему решению, заключив, наконец, мирный договор. Переговоры о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном длятся несколько лет после военного конфликта в 2020 году. Азербайджанская армия заняла ряд крупных городов, не признанные Нагорной Карабахской республики. Тем не менее, в ноябре при посредничестве России удалось заключить договор о прекращении огня, а на линию разграничений ввели российский миротворческий контингент. Следует отметить, что Карабахский конфликт или Карабахская проблема в системе международных отношений, она имеет достаточно долгую историю и связана она с таким явлением, как смешанное проживание народов на компактной территории. Дело в том, что вот этот регион, эта зона, она является зоной компактного проживания двух народов, армянского и азербайджанского. И здесь, помимо национального аспекта, присутствуют также аспекты религиозные. Мы с вами понимаем, что армяне – это христианская религия, а азербайджанцы – это ислам. И, соответственно, здесь еще накладывается также и конфессиональный вопрос. Именно поэтому в Москве прошли трехсторонние переговоры при участии Владимира Путина, в которых также приняли участие премьер-министр Армении и президент Азербайджана. Беседа получилась продуктивной и трем сторонам удалось достичь компромисса. Как отметил российский лидер, отношения между Баку и Ереваном налаживаются, однако некоторые сложности пока остались. Однако они носят скорее технический характер. Отдельно политики обсудили разблокировку транспортных коммуникаций в регионе. Владимир Путин также подчеркнул, что позиция Москвы по Лачинскому коридору остается неизменной. Сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю, сейчас попрошу коллег тоже согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительства и незачищенные пока, так скажем, вопросы снимут. Трехсторонняя встреча продлилась около 20 минут. Мирный план Москвы вызвал одобрение у лидеров Армении и Азербайджана. Ильхам Алиев отметил, что уже сейчас имеются предпосылки урегулирования отношений. Основой им служит взаимное признание территориальной целостности. По словам Алиева, у Баку нет земельных претензий к Еревану, поэтому и подписание мирного договора весьма вероятно. Мы в Москве провели серию встреч, посвященных отношениям между Арменией и Азербайджаном, карабахскому урегулированию. Сначала прошли двусторонние встречи, раздельные двусторонние встречи с моим коллегой из Азербайджана, затем с коллегой из Армении, и затем мы встретились уже втроем, где обменялись оценками той ситуации, которая складывается в контексте работы по выполнению договоренностей, достигнутых за период после ноября 2022 года между президентами Российской Федерации, Азербайджана и премьер-министром Армении. Таким образом, на одну горячую точку в мире становится меньше, а значит, в конце концов, идя по пути дипломатии, стороны конфликта смогут вернуться к докризисным отношениям. Елизавета Газизянова, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского Федерального Университета. Как это было, смотрите в сюжете. Фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского Федерального Университета – мероприятие ежегодное, которое проводится в университете уже более 20 лет. Мероприятие традиционно приурочено к празднованию Международного дня семьи и к Международному дню защиты детей. В этом 2023 году в фестивале поучаствовали 460 сотрудников вуза со своими детьми. Для самых маленьких гостей была подготовлена обширная программа – различные мастер-классы, интерактивные игры, интеллектуальные развлечения и, конечно, выставка конкурсных работ. Посетили фестиваль сотни ребят и их мам и пап, для которых это стало еще одной возможностью для общего досуга и веселого времяпрепровождения. «Мы участвуем каждый год, вот как дети начали уметь рисовать, разговаривать. Старших, к сожалению, сегодня нет. Вот с ней сначала, потом с младшенькой вдвоем уже участвуют. Каждый год что-то рисуем, что-то делаем, какие-то поделки, фотографии отправляем». Второй торжественной частью мероприятия стала концертная программа с множеством вокальных, театральных и танцевальных номеров. Открыла официальную часть фестиваля торжественная речь первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского, в которой была затронута и история праздника, и непосредственная значимость его проведения. «Университетские семьи – это есть тот оплот, на котором зиждется вот эта большая корпорация, которая называется Казанский университет. Спасибо вам!» Также слова приветствия прозвучали от председателя Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников образования Ирины Проценко. Она отметила, что семья – это опора каждого человека. Далее состоялась церемония награждения победителей и призеров детских творческих конкурсов фестиваля, а также конкурса «Самая активная семья». «Это не просто фестиваль семей. Это фестиваль семейного творчества. Сколько замечательных талантов, Сколько замечательных семей». «Самая активная семья была награждена дипломами и сертификатом на речной круиз. Семьи, принявшие участие в большинстве конкурсов и отмеченные членами жюри, также были награждены памятными подарками». В Казанском федеральном университете состоялась встреча первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского с участниками программы межвузовской профориентационной академической мобильности из МГИМО. Студенты поделились своими впечатлениями от визита в Казань. Отметили как уровень материально-технической базы университета, так и мощный состав студенческого совета. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!